Историк Павел Уваров продолжает курс лекций по теории истории. И третья лекция в этом цикле посвящена эпохе Возрождения. Пожалуйста. Эпоха Возрождения в истории – это эпоха, которая является составной частью современного мифа, современная идеология, и в силу этого эпоха Возрождения – это тавтология, но необходимая мифологизирована. Я бы позволил себе такой экспромтным афоризм – религию создают боги, а мифы создают люди. Так вот, эпоха Возрождения – это такой продукт мифотворчества более позднего времени, в рамках которого она предстает исключительно объектом светлым, жизнерадостным и так далее. На самом деле, мягко говоря, это большое преувеличение, как и преувеличение, которое воспевает светлые времена античности, Древней Греции особенно. Всё гораздо сложнее и, на мой взгляд, драматичнее. Но если говорить о фундаменте, на котором эта эпоха возникла, то здесь невольно придётся хотя бы чуть-чуть задеть мотивы, которые звучали в наших предыдущих разговорах. Это фундамент данной эпохи. Чем отличалась эта эпоха, особенно мать Возрождения – это Италия, я бы даже сказал, Северная Италия в большей степени, хотя не только. Это с сочетанием нескольких, ну таких вот, я бы сказал, полуслучайных исторических обстоятельств. Первое обстоятельство – это в результате, хотя все обстоятельства переплетены между собой и друг друга сопровождают. Когда мы говорим первое, второе, третье в истории, мы всегда немножечко, ну как бы, следуем за последствием. На самом деле, все причины равны, велики и равны, главны и взаимоподдерживают друг друга. Ну, по порядку, потому что нельзя одним голосом говорить сразу о трёх вещах. Поэтому, в первую очередь, я бы сказал, что матерью Возрождения является не только Италия, как географическая территория, но и Италия, как некое пространство, в рамках которого впервые, наверное, в западноевропейской истории возникло место, в рамках которого традиционная кристаллическая решётка, ну это образно, я так пытаюсь, кристаллическая решётка религиоцентрического католического общества была, ну если не разрушена, то, скажем, повреждена. То есть, в результате знаменитых коммунальных революций, которые тоже у нас в литературе и вообще в мировоззрении воспеты, когда города мастеров отбились, так сказать, от зависимости от феодалов, отстояли свою независимость. Я помню, детский такой был фильм в советском, в детстве «Город мастеров», ну практически вот он такой, несмотря на полный вымысел, так сказать, там происходящий, но по атмосфере он хорошо передаёт вот это отношение к городской культуре Средневековья, как нечто родственное тогдашнему советскому человеку. Так вот, коммунальные революции, то есть города, освободившиеся от феодалов, освободились не столько от феодалов, поскольку от, скажем, полной системной сопричастности вот этому религиоцентрическому обществу со всеми его нюансами, принципами, порядками и так далее. Возникла территория, я бы не стал употреблять не очень любимое мной затёртое слово «свобода». Возникла территория, ну скажем так, менее предопределённая, детерминированная вот этим традиционным религиоцентрическим укладом. То есть территория, на которой он не действовал в полной мере. И хотя, как мы говорили в прошлый раз, соборы строились и очень красивые, но центром города становится уже не собор, а рыночная площадь, как говорил Жорж Дюби, французский медиевизм. Так вот, пространство, на котором вот эти вот законы кристаллической решётки, если хотите законы гравитации, религиоцентрического общества, уже работали не в полной мере. И можно это назвать, так сказать, пространством большей вариативности, большей свободы и так далее. И в связи с этим, и одновременно с этим, и даже в предшествии этому, именно в этих регионах стало накапливаться население, так сказать, выбившееся из того порядка, миропорядка, который был создан в Западной Европе на основе западного варианта христианства, то есть католицизма. Этих людей можно назвать условно маргиналами, то есть людьми не с края, только особочены. В русском языке лучший перевод есть недословный, в маргинале это окраинности, но ничего не дающие. А вот особочены, носители русского языка понимают, что за люди, да, люди особочены, маргиналы. И вот они, если они существовали на других территориях в определенных пропорциях с населением, и не являлись, так сказать, ведущей социальной группой, тем более заказывающей, так сказать, музыку и правила, то в этих вот своеобразных отстойниках, северо-итальянских городах-коммунах, постепенно аккумулировалось вот это маргинальное население со свойственным мировоззрением. И вот здесь момент ключевой. Все-таки я еще раз наставив, что представление о бытие определяет сознание и развитие человека, его поведение. Так вот, мировоззрение маргинала, то есть человека, который живет не по определенному своду правил, да, репертуару, социальной хореографии, о которой мы в прошлом раз говорили, а непосредственно по ситуации, ну как живет бродяга, там, жолик, бродячий актер, там, мошенник. То есть это люди максимально укорененные в реальности, здесь и сейчас. По-другому жить они просто не могут в рамках такого вот репертуара социального. Это люди, которые максимально не доверяют каким-либо общим, теоретическим, абстрактным, априорным представлениям, а прежде всего наблюдают ту обстановку, конъюнктуру, которая складывается вокруг них. И вот эта особенность маргиналов создала не только условия для того, чтобы какие-то социальные эксперименты, при том, слово эксперимент я никогда не употребляю только в положительном, а чаще всего в отрицательном плане, но и создали атмосферу, в рамках которой любые эксперименты находили, ну, если не одобрение, наверное, слово одобрение слишком, так сказать, сладковато для той атмосферы, а, я бы сказал, такое дружественное равнодушие. Ну, делаешь это, промышляешь тем, что продаешь там поддельные мощи святых, там, или еще, ну, промышляй, если ты там не мешаешь. То есть, в данном случае очень удобная ситуация не просто для полукриминального, скажем так, образа жизни, но и для нарушения правил в сфере мировоззренческой идеи. Именно городская цивилизация в первую очередь порождает вот это вот пространство, в рамках которой расцветают различного рода еретические течения, различного освода инноваций, в том скандальном смысле, вот, который им предают некоторые медиевисты. Но об этом писал еще тот же самый Жак Легуф. Новизна в том скандальном смысле, в котором предавал этому слову Средневековье. У него есть такое высказывание. И, естественно, естественный образ жизни, которым жили эти городские общины, эта территория, создавала множество новых соблазнов, которые были либо незнакомы, либо малознакомы человеку в Средневековье. Но это погруженность материальная, это личная выгода, это неравенство и в богатстве, и в бедности, и многие другие вещи. И, естественно, самое-то главное, если мы говорим об обществе религиоцентрического типа, это, скажем, новое отношение к религии. Религия существует в этих социальных пространствах, как, знаете, на всякий случай. Вот, вроде бы, вот как иногда бывает в современном обществе, люди там, не воцерковленные, но носят кресты, там, иногда заходят свечечку поставить за коим дело. На всякий пожарное. Хотя, сами иногда говорят, что вообще неверующие, но вот что-то есть. Так вот, приблизительно такое же сознание стало формироваться в этих регионах. Естественно, это привело к усложнению социальных отношений, потому что религиозное мировоззрение человека, конечно, в хорошем смысле напрягает, но в некотором смысле и защищает, даря ему определенный уровень, действительно, определенности. Отсутствие его в полной мере создает большие проблемы. Вот, кстати, в свое время Арон Гуревич в своих размышлениях о средневековой культуре отмечал, что вот в городских общинах, в городских общинах, по-новому звучит такое слово, как меланхолие. При этом не в лирическом каком-то смысле, как у нас мягкое лирическое, поэтическое ощущение, как тягостное чувство, так сказать, сложности, неповоротливости, если хотите, опасности жизни. При этом он, как чуткий автор, понимает, что если не сделать определенные пояснения, это можно сказать, ну, есть же неудачники, лузеры, вот у них, наверное, меланхолия была в городских конкурентных сообществах. Он говорит, нет, на самом деле это чувство как раз дошло до нас, по крайней мере, в письмах, дневниках, творениях крупных купцов, крупных деловых людей. Именно они испытывали это тягостное чувство неопределенности жизни, такие как Бонакорсы, Питер, Училла и другие. И в рамках этого сообщества, естественно, возникает впервые в истории потребность в новом интеллектуальном, если хотите, идеологическом сопровождении жизни человека. Если религия ставится под вопрос, вытесняется из центра внимания, то, естественно, для того, чтобы человек жил планомерно, разумно, ему требуется какое-то новое объяснение мира. И впервые в истории, на мой взгляд, именно в Италии возникла такая плотность ожиданий, определенности из новых каких-то источников, раз религиозные, отодвинутые, что именно возникает потребность в людях, которые, точнее, потребность в людях, которые ее будут удовлетворять. То есть возникает протоинтеллигенция, и именно эти люди и создают то очарование эпохи Возрождения, выборочное очарование, потому что, сразу же оговорюсь об эпохе Возрождения, очень часто говорят, выбирая, скажем, какие-то одни стороны и задвигая за ширму другие. Вот мы об этом тоже поговорим. Но возникает потребность в людях, которые бы объясняли мир, примерялись с миром, давали надежду. Вот, ну, скажем так, если хотите, анестезию социальную, мировоззренческую. И возникает условие для того, чтобы появляются люди вот интеллектуального труда. При этом, при этом, что интересно, они бы никогда не возникли, если бы вот этот менталитет маргиналов, маргиналов, вот их ситуативное поведение, связанное с криминалами, стало базовым ментальным основанием и для интеллигенции. Вот это, кстати, объясняет, помните, это знаменитое пушкинское сомнение, страх перед тем, как же вроде бы Микеланджело гений, да, и одновременно говорят, что он убил человека там, что как это совместимо, гений и злодейство, это знаменитая, так сказать, диктомия, которая до сих пор иногда некоторые умы тревожит. На самом деле эпоху Возрождения ее вообще не существовало. Вот есть такой исследователь интересный в Петербурге, он издает интересные такие сборники, редактирует проэт-контра, про разных деятелей культуры, там Ада, Константин Глебович Исупов. Я у него учился на первом курсе филологического факультета. У меня один год еще филологии. Он преподавал теорию, преподавал теорию литературы. И вот в его недавней книге есть очень забавные слова, что преступление становится автографом самоутверждающейся личности в эпоху Возрождения. И вот этот разговор о том, как же так Челлини вроде бы художник, одновременно хулиган и убийца Макеланджело, или там Караваджо жил какой жизнью, так сказать, явно криминальной. И это не единственные, так сказать, примеры практически каждого можно в этом плане вспомнить. И здесь надо сказать, что на самом деле вот этот момент иногда трудно воспринимается. Вот мировоззрение художника нового времени безрелигиозного и мировоззрение преступника в корне своей практически однотипны. То есть это нарушение рамок собственных интересов. Неважно в каком материале ты делаешь. Если ты нарушаешь законы один из пекций, ты нарушаешь каноны другой. Но в данном случае вот эта вот способность, способность маргиналов нарушать запреты передалась и интеллигенции, собственно, откуда из этого слоя маргинального она и рекрутировалась на самом деле. И вот эти интеллектуальные художественные прорывы, которые свойственны для эпохи Возрождения, то есть изменение отношения к культуре, искусству со времен Средневековья, которое наметилось в эпоху Возрождения, связано прежде всего с этим, так скажем, готовностью, так скажем, к преступному переступному, переступить поведению. Вот этот аспект трудно воспринимается, но на самом деле, как вот еще я помню, опять же, все лодовильщики у него, есть такое размышление, что вот художество и нарушения близки друг к другу, а в завязи, то есть изначально, они вообще едины. И вот этот аспект тоже очень многое объясняет и в людях эпохи Возрождения, не в том, как в одном чеке или в одном, так скажем, представителе элиты, правителе одновременно сочетался покровитель художников и одновременно злодей. Очень многое объясняет. Я бы даже сказал, что объясняет, а в общем-то делает это тривиальным, абсолютно тривиальным аспектом. Посмотрите, как говорили об одном итальянском правителе, кому он платил, жалования, так сказать, не обманывая, и постоянно. Постоянно, регулярно, без задержек, как у нас говорят. Это солдатам, юристам и профессорам. Юристы и профессорам. То есть тем, кто-то скажет его вот эту вот, ну, скажем так, некоторую нелегитимность его власти обосновывал. В Италии возникает целая, так сказать, прослойка, постепенно это становится все более широко распространено, прослойка самозванцев, которые приходят к власти. Для средневекового общества это, в общем, явление тоже новое. Огромное количество людей, которые захватили власть, не захватили власть в полном смысле слова, даже уже это слово, как бы не очень хорошо звучит в этом плане, в плане представления о высшей легитимации власти монархой в религиноцентрическом обществе. А здесь мы видим огромное количество людей, которые захватывали власть просто силой. А потом протоинтеллигенты обосновывали то их, так сказать, захват власти каким-то образом. Откуда они появились? Они появились из той же самой, так сказать, ситуации. Такие правители, такая, так сказать, элита. Из той же самой ситуации, что и сама эпоха Возрождения. Городская культура Средневековья, свободные деньги, погружение в материальное, при этом отсутствие традиционных или нарушение традиционной законодательной системы приводило к тому, что, вот, кстати, очень напоминает наши 90-е, что появляются рядом сразу с богатыми коммерсами, как это говорилось у нас, люди, которые разруливают ситуации. В 13 веке Италию наполняют вооруженные банды, которые назывались скандатьеры, то есть нанятые люди, вооруженные нанятые для решения вопросов защиты, нападения и так далее. Постепенно, постепенно эти кандатьеры стали играть большую роль, хотя в основном это были авантюристы, вытесненные из своих родных регионов. Там, например, поначалу итальянские кандатьеры – это немцы-англичане. Только позднее, начиная века с 14-х, стали вытеснять местные итальянцы. Естественно, эти люди, попадая во власть, создавали вокруг себя совершенно особую атмосферу. Ну, пожалуй, самая известная династия кандатьеров – это династия, прошедшая от Аттенда Лосфорца, миланских герцогов будущих. Но, чтобы понять, что они из себя представляли, вот можно вспомнить, как, например, одни из первых кандатьеров, ну, тот же самый немец, ушедший, так сказать, с родины, нашедший себе работу в Италии, среди, так сказать, разбирающихся друг с другом итальянских городских бизнесменов. Это Вернер Форн Урсенген. Это человек в 14-м веке, это еще классическое средневековое, только его закат начинается, выступал по знамениям, на котором написано «Враг Бога», «Правосудие», «Милосердие». И вот с этим флагом он, так сказать, курсировал от одного заказчика к другому, облагал налогом разные города и так далее. И можно привести еще множество таких же примеров. Это и более поздние такие люди, как Фачино Канеджи, Демилата, Калиони. То есть это, если вот, так сказать, это слово романтизирующее кандатьеру брать, это просто полевые командиры, которые, так сказать, делали свой бизнес на неопределенности новой жизни. Итальянские сами, так сказать, захватывали власть. Вот этим людям нужны были тоже те, кто бы их власть обосновывал, и одновременно эти люди создавали определенную, так сказать, атмосферу в обществе. При этом вражда папы императоров характерная для европейского средневекового, и тоже, так сказать, большая проблема европейской истории, именно религиноцентристского периода. Ведь в чем заключалось главное несчастье, ну, просто на территории Италии разыгрывали все эти драмы, ну, несчастье, скажем, религиноцентристского католического общества заключалось в том, что они проблему разделения власти между светской и духовной так и не решили. Вот в ортодоксальном христианстве, ну, они так называют ортодоксия, это православие, если перевести на русский язык, там достаточно рано сформировалось представление, такая теория симфонии властей. То есть власти равны друг другу, но они реализуют себя в разных средах. Это государство в плане порядка, церковь в плане духовного состояния общества. И, так сказать, в сферу компетенции друг друга они не вмешиваются. Симфония – это созвучие, да, по-русски говоря. То есть одна мелодия, но в разном материале, разными голосами исполняется. Поэтому, хотя конфликты бывали между светской и духовной властью в ней, но все-таки такого противостояния, как в католическом мире, не было. Дело в том, что католический мир идею симфонии, так сказать, не воспринял, не понял, может быть, возможно. И папа с императорами боролись за то, кто главнее в рамках единой вертикали власти. А это приводило постоянно, так сказать, к конфликтам именно политическим и даже военным. Папа Римский считал, что раз он коронует императора, то значит он выше его в рамках, так сказать, земной иерархии. Император должен ему подчиняться. То есть он хотел участвовать и не только в духовной, но и в земной власти. И вот это вот разрушение, так сказать, традиционного порядка, которое было связано с этими обстоятельствами, тоже создавало дополнительную, так сказать, питательную среду для разрастания, скажем, нетрадиционных представлений на человека, на культуру, на искусство, на мораль. Эпоха Возрождения, так сказать, в этом плане очень цветастая эпоха, в плане как раз того, что мы называем, так сказать, аморальным или даже имморальным поведением. Но легко, опять же, найти в литературе, это никакое не открытие, это можно найти в доступной литературе, опять же, описание того, как вели себя и законные, так сказать, королевские особы. Притом, они были вполне возрожденцами, вполне умели приступать не только законы, но и, ну скажем так, моральные какие-то препоны для своей, так сказать, человеческой активности. Вот знаменитый Фридрих Гогенштауфин, с ним связан большой, так сказать, средневековый миф, и в Италии, в Германии, это король обеих Сицилии, который, по мнению историков, создал первую в истории регулярное государство, с системой, так сказать, суда, сбора налогов и так далее. Но Фридрих Гогенштауфин был абсолютно возрожденческий человек. Он, например, достаточно широко смотрел на противостояние христианства и исламу, хотя был королем-крестоносцем на самом деле. Но у нас нет точных данных, хотя его враги называли его эмиром-королем, то есть указывая на его, так сказать, симпатию к мусульманам. Но вряд ли, конечно, так сказать, он был скрытым, так сказать, мусульманином. Я думаю, что это большие преувеличения. Но, тем не менее, расшатанность вот этой мировоззренческой была свойственна и для него. Он был по-своему ученым, не только политиком. Он таким был типичным возрожденцем, пользуясь своими королевскими возможностями. Он, например, иногда позволял себе опыты. Ну, например, поймает какого-нибудь человека, кормит его какой-то пищей, заставляет двух людей. Один сидит на месте, другого он заставляет бегать. Потом убивает, скрывает и смотрит, как у них перерабатывается пища в кишечнике. Это король. То есть это и есть рожденческий человек. Вот мы их воспеваем, что они такие искатели истины и так далее. На самом деле это очень своеобразные люди. И яркость их поступков, эта яркость очень часто, знаете, такая вот, свойственная иногда к уголовному поведению. Вот это вот крику, там каким-то внешним проявлениям, истеричности. Ну, достаточно вспомнить неаполитанского короля Ферранте, который травил воду, святую воду в храмах Венеции, захватывая своих врагов, откармливал их. Потом делал из них мумии и собирал из них коллекцию в своем подвале. Как пишет один из хронистов, он посещал свою коллекцию, то есть вот этих мифицированных врагов в добрые минуты, как скажем. Вот. Иллиса Джезмунда Малатеста, дурная башка, если в переводе стая, с итальянского Малатеста, сеньор города Римени. Сейчас у нас туда туристы любят ездить в Римени на Адриатике отдыхать. Так сказать, он одновременно был покровителем художников и философа. Они его за это очень любили, как король Ферранте, кстати, собиратель мумий и своих врагов. Он даже перевез в надгробную плиту одного философа с Пелопонессу, установил у себя одновременно. Не было никаких запретов, которые бы он не нарушил. Говорят, что он погиб, так сказать, раненый при попытке изнасиловать собственного сына. То есть это человек эпохи Возрождения. И король, в данном случае, аскульптор и художник, наверное, мало чем отличался. Вот это вот открытие человеческого произвола сопровождалось еще и, естественно, новым отношением к искусству. Было бы странно, если бы оно не затронуло сферу, например, пластических искусств, живописи и так далее. И в данном случае, надо сказать, что я, правда, заметил, что люди, даже профессионалы, очень трудно не то, чтобы пересматривать свои взгляды, а очень трудно позволяют себе спокойный взгляд на что-то, такой не, так сказать, не оштукатуренный, так сказать, мифологиями. Ведь на самом деле, если мы посмотрим, что внесло Возрождение в искусство, и проведем какие-то параллели, то искусство Возрождения применительно к традиционному западноевропейскому искусству, насквозь еще религиоцентричному, это такое, знаете, специально заостряю пример, чтобы он был яркий и будил понимание. Это, знаете, вот то, что называется зэковским искусством, то, что делали в колониях. Наборный ножичек красивый, там, из-под сегласа, коврик, там, еще такой. Для нас сейчас это, так сказать, высокие, так сказать, образцы, классика и так далее. Для того времени это была, безусловно, инновация. Нельзя же говорить, что Рафаэль реализовала своих «Мадонка» первой из проституток. То есть, это сами искусствоведы об этом говорят. Специфика Возрождения, что они впервые попробовали в рамках европейской культуры пойти простым путем, отражать то, что они видят собственными глазами. Если искусство Средневековья, оно насквозь сакрализовано, а значит, в некотором смысле, не в современном, конечно, а просто, чтобы быть более идеологичным, и поэтому изображение Средневековья – это, скорее, не картины, а тексты. Вот, скажем, люди очень тяжело понимают, без долгих объяснений, что икона ближе к тексту, чем к картине. Вот то же самое и вообще с искусством религиозным. Возрождение сделало шаг в искусстве к тому, что искусство должно быть просто картиной, отражением жизни, подобием. Поражало схожесть с жизнью, которая появлялась в их произведениях. Как схожа, как красиво нарисована и так далее. То есть, вот это вот сходство, снижение замысла, которым одухотворялось религиозное искусство Средневековья до жизнеподобия, это является сутью возрождения, культуры возрождения в живописи, в литературе. Ну, естественно, появляются в литературе произведения, которые, так сказать, так слабо коррелируют с произведениями, которые являлись нормативными, например, в Средневековье. Да, Средневековые произведения для Среднего читателя кажутся занудливыми, непонятными, слишком религиозными, малоинтересными в плане фабулы и так далее. Но они не эту функцию играли в обществе. С эпохи Возрождения, опять же, появляется искусство, которое показывает человеку узнаваемую реальность. Как вот человек, любой, знаете, как в наше время, человек любит видеть себя в телевизоре. Ого, я в телевизоре. Вот эта реакция в каких-нибудь новостях, он там показывает, собирает родственников, с него покажет 30 секунд новостях. По крайней мере, раньше так было, я это помню. Ну и сейчас, наверное, это очень интересно. Люди рвутся, попасть в телевизор, массовку. Вот то же самое ощущал себя человек рядом с искусством Возрождения. Он вдруг неожиданно стал видеть себя там, где раньше ему было не положено присутствовать. Просто вообще по рангу. Это не его место было в мире, которое изображалось. И более того, более того, ведь до сих пор же мы говорим, нравится мне писатель, почему? А вот он меня задевает, я об этом думал. Человек до сих пор современный, с эпохи Возрождения, меряет по себе. Вот если меня задело, значит, хороший писатель. Не задело, плохой. То есть вот это ощущение от себя, о котором мы уже говорили, оно тоже большую роль сыграло. И вот эта вот адаптация не просто к жизни, но постепенно адаптация, ну, к веку, например, XVI, адаптация к жизненному низу становится тоже одной из функций Возрождения. Вот пример тоже, опять же, мифологии. Самый великий роман, ну, иногда он конкурирует с Дон Кихотом Сервантесом. Самый великий роман мировой литературы, Гаргантюя Бантагурель Рабле. Если мы открываем эту книгу, то видим, что эта книга просто заполнена огромным количеством, так сказать, совершенно неудобно читаемых, так сказать, грязноватых, на мой взгляд, просто даже неталантливых моментов, но которые, так сказать, естественно, задевают восприятие, особенно человека, который к этому не готов. Который к этому не готов. И царство смеха над всем. Вот Алексей Лосев в свое время прямо назвал ироблизианский смех вполне сатанинским. Что он под этим подразумевал, под сатанинским смехом? Это произведение, в рамках которого высмеивается все. То есть нет ничего не смешного. Вся жизнь состоит из огромного количества разных уродов, над которыми можно только посмеяться. Никого не жалко. Вот эта вот особенность возрожденческого смеха, когда никого не жалко, злорадного смеха, что жизнь состоит на самом деле не из людей, пусть и грешных, но иногда и великих, и красивых, и безобразных, а просто из уродов. Это как раз тоже особенность эпохи Возрождения. Особенность эпохи Возрождения – особенность того низкого уровня духовного сознания, которое для него было свойственно. И психологически это понятно. Когда ты живешь в системе неопределенности, когда ты живешь в системе, так сказать, комьюнаторного ситуативного поведения, то легче жить и действовать. Действовать любыми средствами против людей, которых ты прежде всего видишь как уродов, негодяев и так далее. Никого не жалко. Это очень важный момент. Не зря Виктор Гюго в своё время, ну, Гюго – класс, в самом классе французской литературы, правда, не эпохи Возрождения, а романтизма и реализма позднейшего, он сказал, что у Рабле человек превращается в экскремент. В данном случае. И, опять же, существование Рабле в пантеонистских великих произведениях культуры может существовать только в рамках сохраняющегося мифа об эпохе Возрождения. Как о величайшей эпохе, величайшей эпохе, так сказать, духовного и культурного прогресса. Хотя, ещё раз подчеркну, в рамках какой-то отчётливости темы координат, так сказать, говорить о прогрессе здесь очень сложно. Легко сказать о регрессе, при том абсолютно, так сказать, нормально. Кстати, вот этот раблезианский смех и постоянные разговоры, так сказать, в произведениях Рабле о моче, поте и какашках, очень красиво назвали реабилитацией человеческого виза. Но возникает вопрос, а люди Средневековья не какали, что ли, они что, не знали о существовании низа? Просто они отводили низу определённое место, а эпоха Возрождения сыграла в перевёртыши. Давайте мы всё это выложим на обозрение и сравняем его сверху. То есть, вот это вот пафос преступности, переступности, это и есть пафос эпохи Возрождения. Поэтому, ещё раз говорю, когда вот начинают собирать там факты о том, что как вот в то время и злодеи были, и вроде картины писали, на самом деле из одного источника по одной и той же логике. Хотя, это звучит, конечно, для современного человека не очень привычно. Да даже и прототип, который, так сказать, эпоха Возрождения для себя выдумала, античность, потому что античность была выдумана тоже избирательно. Античность сложная эпоха, но эпоха Возрождения в ней подчёркивала, прежде всего, языческую составляющую мировоззрения, нехристианство, отсутствие христианства и антихристианства. А максимально демонстрировала, так сказать, освобождение, в кавычках, человеческой страсти, телесности человеческого низа. И даже копировали. Я не знаю, возможно, это одна и та же ситуация, но, например, поведение вот этих итальянских тиранов очень иногда совпадает с поведением правителей древнегреческих городов, так называемой младшей тирании. Есть там старшая тирания и младшая. Младшей тирании, то есть тех тиранов, которые в этих городах захватывали власть незаконно. И вот для того, чтобы, опять же, как вот эти кондотьеры, о которых мы говорили, легитимизировать захват власти, они пытались пародировать поведение мифических героев. Есть такая забавная статья, непокоенно очень талантливого специалиста по античности Андреева, где он как раз описывает о том, как вот эти тираны прямую пародировать. Например, Феоген Мигарский пародировал безумство Аякса, теломониды под стенами троек, когда он перебил ахейский скот. Он перебил скот местной знати, решив проблему, так сказать, подрывая ее материальной силой, одновременно показав, что он так же, как великий Аякс, боец, упавший только Ахиллу, впадает в безумие, посланное на него богами, и может совершить такой же подвиг, перебить огромный остаток скота. Или тот же самый Песестрат, который в свое время входил в Афину, так сказать, в город Афины. Песестрата тоже права на власть были, мягко говоря, прозрачные. Рядом с ним, так сказать, в лапах богини Афина, так сказать, была прекрасная женщина. Обязательно. То есть вот эта постановочность, вот эта демонстративность была свойственна античности, одновременно жестокость, необыкновенная, необыкновенная, так скажем, заточенность под красоту поступков, ущерб его моральности. Ну, здесь тоже, я говорю, это достаточно легко видимые вещи, как, например, в диалоге Платона Горги, четко говорится о том, что если ты обладаешь силой, то это достаточное основание, как и в природе, для того, чтобы брать то, что ты хочешь. Есть у него такое рассуждение у одного персонажа, который отчасти, безусловно, принадлежит Платону, а не кому-то другому. Диалог, как говорят, в студиологии и полиологии, это чаще всего способ, так сказать, замаскировать позицию автора. Автор пишет за всех аргументы. Несколько вопросов, может быть, одновременно прозвучат. Первое, это временное пространство, как бы географическое пространство, это Италия, северная Италия. Не только, в основе, по-настоящему. Откуда вот эта дефиниция возникла, что это эпоха Возрождения? И заключается ли смысл Возрождения в нарушении запретов? Это ближе всего к тому, что мы говорили, и, наверное, будет логичнее. Начну с последнего. В данном случае, если мы представляем себе религиоцентристское общество, которое в идеале стремится к тому, чтобы жить максимально императивно, то есть поведение строится, исходя из неких императивных положений той или иной религии, требований жестких, сословных, требований культурных, религиозных и так далее. Жизнь человека расписана в деталях практически. То эпоха Возрождения привносит совершенно новое отношение к человеку, к жизни человека и к его поведению. Это право на недетерминированный религией поступок. То есть право самому устанавливать правила. Вот это основная тема, основной пафос эпохи Возрождения. А в силу того, что, естественно, это право всегда лично, потому что, когда мы говорим право человека, мы же понимаем, что этим правом пользуются Иван Иванович, Петр Петрович, Павел Борисович и так далее. Это всегда сам человек устанавливает себе правила. Вот эта вот новация, вот эта заточенность человека под поступок, как я хочу, очень забавная есть, самая краткая иллюстрация эпохи пафоса, эпохи Возрождения, есть у Флоренского. Я с восклицательным знаком. Вот это вот, я с восклицательным знаком, это и есть вот этот пафос. Я сам устанавливаю правила, как мне жить в той или иной сфере, как себя вести. Естественно, с точки зрения научной, если каждый человек определяет сам для себя правила или начинает в эту сторону двигаться, это начинается произвол. Не в ругательном смысле, а в точном смысле. Он же не спрашивает ни у кого санкции, у него же нет внешней какой-то точки отсчета. Он сам для себя точка отсчета. Это и есть то, что называется произвол. Для этого при этом приходится переступать сложившиеся какие-то вот эти вот четкие рамки. Разрушать четкую кристаллическую решетку религиоцентризма. То есть в данном случае это поведение переступное, преступное. Не в ругательном, опять же, смысле, мы говорим преступник, уголовник. А в точном, я бы сказал, философском значении термина переступать, приступать. Разрушать. Переступать с разрушением. В данном случае пафос возрождения, это пафос я с восклицательным знаком, пафос переступления. В очень энергичном таком ритме. Потом этот пафос был развит дальнейшими, так сказать, эпохами. Но в целом, да, возрождение в этом смысле преступно. Преступно. И в рамках художественной культуры, и в рамках личного поведения, и в рамках мировоззрения. Я уже про Макевель не вспоминал и так далее. По территории, да, сначала коммунальная революция, это более-менее свободное, относительно свободное пространство, создавалось в Италии. Но со временем, такие же процессы начинали с развитием и усилением городов в Англии, во Франции, в Германии, в странах, как сейчас называют, рябине люкса и так далее. То есть, постепенно, постепенно с развитием вот этого вот свободного от религиоцентрической терминации пространства, а это свободное пространство, есть городская культура, есть ее, так сказать, главный пафос, вот создание такого пространства расширялось, так скажем, пространство самого возрождения. Хотя, хотя, не надо преувеличивать, мы говорим только о тенденции, мы ее специально делаем выпуклой, я специально, так сказать, провокативно его увеличиваю, как линза, увеличительным стеклом, но в этот период все-таки, все-таки, вот новое мышление затронуло сравнительно узкий круг людей, потому что городская культура в численном измерении не очень большая. То есть, еще большое крестьянское население, там, гораздо более патриархальное и так далее. То есть, возрождение, прежде всего, меняет мировоззрение элиты, хотя бы части элиты, вот я бы так сказал, что совсем точно, но серьезной части элиты, и создает, и создает людей, и создает вокруг элиты людей, которые готовы интеллектуально обслуживать, концептуализировать ее, так сказать, желания, чисто возрожденческие. Вот, то есть, зарождение протоинтеллигенции, художественной среды и так далее. То есть, в данном случае, вот, наверное, масштаб распространения социально-территориально такой, а по времени первые ростки нового, обычного сейчас медиевиста, относятся к XIII веку. Бывает и глубже, но я думаю, это уже на уровне, так сказать, все-таки, излишней скрупулезности. Где-то XIII век, особенно XIV, и до западной историографии считается, что где-то до середины XVI века или XVI, ну так до середины XVI, XVII, они не включают уже века. Это уже другая эпоха. Так что самый большой разброс – это XIII, середина XVI века, вот, на мой взгляд. – А известен автор… – Мишле, французский историк, Мишле «Ренессанс», Мишле открыл «Ренессанс», по-много. Хотя, на самом деле, конечно, здесь уже термин, на самом деле, термин не столь важен, не столь важен, потому что, хотя он стал уже таким, что называется, на слуху, но он такой обтекаемый, обтекаемый. Он, на самом деле, означал возрождение, ну, скажем, прерванной традиции, связывающей, так сказать, Европу с античной культурой, которая тоже, как бы, европейская. И в данном случае по принципу дополнимости. То есть, никто же не оказывался в прямое христианство в тот момент, просто говорили, что вот это культурные, так сказать, культурные реплики, культурные, так сказать, высказывания, которые очень ценно сохранить. Но, естественно, что, опять же, если мы понимаем, современный человек как раз этого не улавливает, потому что он живет в очень дискретном пространстве, максимально валентном. Но для того времени понятно, что в том пространстве появление, скажем, большого количества, ну, сравнительно большого количества по той информационной проницаемости, которая была в обществе, когда еще даже на книгопечатание не было. Но все-таки достаточно большое место стало занимать культурная информация, связанная с совершенно другим религиозным подходом к миру. Естественно, хотели авторы этого или не хотели, но тем не менее, я имею в виду автора вот этого, этой инновации, революции возраинческой, но тем не менее, это, конечно, был контрастный мировозраинческий материал. Вот у меня возникли такие ассоциации, может быть, они покажутся неловкими, но я все-таки рискну. И попрошу вас прокомментировать. Первое – это Раскольников. Вот он право имею, нарушил, и кончилось это катастрофой, невозрождением. А второе – Чубайс. Ну, я персонифицирую, вот как бы, 90-е годы на его личность, потому что, ну, сам работал там над книгой с предпринимателем известным, и конфликт наш мировоззренческий фокусировался на этой личности. Прошедшее время, контакты с людьми, которые были рядом с ним, они меня все время подводят к моей правоте, о его, как бы, преступном содержании личностном, но при этом, в отличие от Раскольникова, для него лично это действительно явилась эпохой Возрождения, он обрел какую-то свою самость, вот, и продолжает жить и благоденствовать, ну, по крайней мере, внутри себя. Ну, вот. Ну, если говорить о Раскольникове, то, конечно, Павс Раскольникова, тот, который его чуть не разрушил, как личность, как раз и заключалась в том, что он вопрошал, что называется, себя, я, и я с восклицательным знаком, или я, так сказать, такое, прописное, маленькое я. Тварь дрожащая. Да, тварь дрожащая. Ну, я думаю, что это еще связано, точнее, с этим же связано и культ Наполеона в русской культуре, мы все глядим и Наполеоны, помните там. И вот это вот европейская, потрясшая русскую патриархальную среду личностность Раскольников, конечно, это в миниатюре вот человек, который решил сделать вот этот шаг, который, ну, грубо говоря, я тут огрубляю, шаг для того, чтобы стать, ну, фактически, сверхчеловеком, как у Ницше, или богом. То есть он определяет жизнь, которая вокруг него, или она его определяет. То есть в этом смысле его порыв, и который очень чутко у Достоевского показан, что без преступления, и при том преступления абсолютно бессмысленного, как убийство этой тихой сестры, проценщицы, которую он, конечно, Елизавету убивать не хотел. То есть очень прозорливо Достоевский увидел, что вот так вот прорваться в боги одновременно, задеть только злодеев, как кого-то считают злодеем, не получится. Так история показывает обычно. Поэтому да, Раскольниковская фигура вполне возрожденческая, и таких Раскольниковых в России ведь было очень много. Очень много было. Вот у нас в нашем научном обществе на встрече была американская историк Лори Манчестер. Она занимается поповичами, то есть той прослойкой русской интеллигенции, которая в предреволюционную эпоху вышла из духовной среды, порвала занятием родителей, то есть не пошла по пути отца, яка или священника, а пошла в светское образование получать и так далее. Очень своеобразные люди. Это практически такой коллективный Раскольников. Я как понял из общения с ней, книгу я не читал, из общения с ней. То есть эти люди с огромным уровнем личных претензий и амбиций одновременно, вот она это разделяет. Они были, в отличие от своих сверстников из варянских семей, если у них было внутреннее ограничение, как бы вина перед народом, но оно их ограничивало, то поповичи считали, что они сами часть народа, и поэтому никаких ограничений не признавали. Ни в поведении, ни в средствах. То есть им уже дано, они же не виноваты, как дворяне молодые, что у них отцы были, они же сами из среды народа. Некоторые крепостные были в прошлом, у них предки. Ну, в любом случае, из низов, не из дворянства. И вот они были весьма и весьма конфликтные, не способны к компромиссу и так далее. Вот Раскольников, это вот тот же самый человеческий феномен. А Чубайс, ну, Чубайсу такое отношение понятное, что, конечно, он был, безусловно, революционером. Только не в советском значении слова, где революционер был синонимом положительного, а в обычном отчетливом. Человек эпохи переворота. Ведь, понимаете, когда мы разбираемся с таким типом людей, мы должны увидеть здесь вот что. В эпоху переворота, то есть когда рушится некий порядок вещей, этот человек не только, не только сохраняет себя, как я с восклицательным знаком привлекает, он одновременно мало заботится о том, на кого что-то падает в этот момент, обвал, так сказать, и он еще успевает, кроме равнодушия к окружающим, еще и сделать какой-то личный бизнес. То есть для меня человек, революционер, человек эпохи революции, вот в этом смысле, это очень своеобразный тип, мягко говоря. Я бы даже сказал, чудовищный в некотором смысле. То есть настолько человек превращается в такую социальную монаду, закрытую от всех других, чтобы участвовать в развале спокойно, не помогать тем, кто попал под завал, и еще в это время наживать себе социальный и обычный финансовый капитал. То есть это, конечно, машина такая. Это такой, знаете, Вернер фон Урслинген на самом деле. А и одновременно я вижу у Чубайса, он действительно, наверное, достаточно волевой, упорный человек, можно увидеть. Но это в нем служит исключительно, опять же, программе самореализации, самовыражения, в первую очередь. Единственное, что, опять же, я очень сомневаюсь, что это, знаете, иллюзия бедных людей. Им кажется, что богатые люди всегда счастливы. Вот я сам человек бедный. Вот я это понимаю. Это, кстати, защищает жизни, защищает от экзистенциальных кризисов, потому что всегда можно списать, ну, что-то не так в жизни. Было бы побольше денег, наверное, все было бы счастливо и хорошо. Я бы уж так устроил свою жизнь. Хотя, на мой взгляд, это заблуждение. История показывает, что люди, имеющие огромное количество власти и денег, могут быть абсолютно несчастными людьми. И в данном случае Чубайс хорошо держит лицо. Вот я вижу, я не психолог, но немножко так сказать, какие у меня в этой сфере есть познания. Он очень хорошо держит лицо. Он молодец. Вот в этом плане лицо держит хорошо. Но за этим лицом может быть и личная трагедия, и катастрофа всегда быть. У меня совершенно нет иллюзий по поводу счастливой судьбы людей, обладающих огромными финансовыми ресурсами. И я просто не хотел эту тему развивать. Мог бы привести примеры. И мы говорили с философом Борисовым на эту тему. Здесь же момент какой. Многие действительно прозорливые люди, достигшие в 90-е в эпоху большого хапка больших состояний, они не желают, чтобы вот этот груз перешел на плечи своих потомков. они пытаются, наоборот, избавить, потому что это колоссальная ответственность и не столько даже за многотысячные там судьбы людей, задействованных, так сказать, в этих ресурсах. Ну вот золотой телец это не лучший друг для жизни, понимаешь. Это большие риски, большие опасности физического плана. И зачем подтвердять детей вот этим вот риском. в любой момент придут эти самые термины, я не уловил, ну как у нас в 90-е ракетеры, кондотьеры, да. И что же ребеночка подставлять под вот этот риск. Тем более, например, в России, где вообще нету никаких во времени выстроенных порядка поведения. Теперь я хотел вопрос задать ну может быть какие-то параллели все-таки в общих чертах не связанных с конкретной личностью Чубайса или ему подобных, а именно с временным таким периодом и между 90-ми в России и вот эпохой возрождения в Италии. Вот если крупно какие-то параллели Можно это даже я бы сказал это параллели будут достаточно в каком плане достаточно легкими даже на мой взгляд очевидными потому что советское общество его особенность заключала, что оно было квази-религиозным квази-то есть как бы религиозным то есть в основе его лежала рациональный посыл рациональное видение мира рациональное это сказать система идей рациональное проектирование то есть не мистические метафизические цели были поставлены в угла а вполне теоретически достижимые но в целом общество относилось к этим так было выстроено что к этим рациональным целям оно относилось практически с такой же степенью императивности как скажем целям религиозным во рамках религиозно-трийского общества оно было построено на относительных ценностях но максимально заточено под то чтобы к этим относительным ценностям относиться абсолютно поэтому советский человек очень напоминает традиционного человека по своей системе своего поведения идеям каким-то морально-нравственным каким-то стремлением и поведенческим так сказать фигурам очень похож И в данном случае, поэтому я бы к эпохе Возрождения, не 90-е годы в чистом виде, там, я думаю, уже развитие пошло чуть дальше, а скорее перестройку и позднюю перестройку. Когда элита уже все поняла. Основная масса еще где-то больше на интуиции, может быть, на каких-то отдельных фрагментах начала видеть, что начинается какая-то новая игра в стране, новые процессы. А элита, как я понимаю, уже знала, что все идет к тому, что советского общества уже нет и не будет. И оно, так сказать, уходит в прошлое практически уже поминутно, если не по секунду. Вот в этом смысле, да, и процессы в культуре, в рамках циклического поведения, в рамках поведения политических элитов стало приближаться к этой эпохе. Очень быстро к эпохе Возрождения. В культурном-то тоже это сразу видно, как, скажем, разрушение, так сказать, советского большого стиля происходит. Вот все эти процессы снижения, реабилитации человеческого низа в культуре, сразу видно, вот это, на самом деле, чернуха в фильмах пошла, вот это вот чернуха, так сказать, не оправданная художественными задачами, там, различного рода оголения, так сказать, натуры. То есть, да, можно, так сказать, как говорится, если не лень или не много, можно, так сказать, даже отчетливо какие-то все эти моменты просмотреть. Но, вот, сходные по логике, да, я считаю, что сказать можно. И одновременно под лозунгами, так сказать, освобождения человеческой личности. Я всегда вспоминаю советскую кинокомедию «Свадьба в Малиновке», там, помните, вопросы. Ребята, какая ваша политическая программа? Он говорит, мы за свободную личность. Они говорят, ну, значит, будут грабить. Вот это вот, за свободную личность это возрождение, что наша, так сказать, поздняя перестройка, хотя она не очень длинная была, но поздняя, понятно, что не 85-й, конечно, не 86-й год, а чуть-чуть попозже уже. Вот, да, очень похожие параллели можно проводить. Следующий вопрос связан лучше. Если эпоха Возрождения, там, в Средние века, измерялась во времени, столетиями, так можно сказать, да? Столетиями? То... Это 200 минимум? Да. Что, ну, есть такое, ну, обыденное представление о том, что сейчас все чрезмерно ускоряется. И поэтому все типологические вот эти черты эпохи Возрождения, которые, там, на протяжении 200 лет формировались, там, актуализировались, мы сейчас за последние, там, 15-20 лет, вот, уже в полном объеме увидели на российском пространстве, да? А дальше-то что будет? Дальше? Да. Дальше позднее просвещение. Лучшим выразителем которого был маркиз де Садме. Нет, это вообще, на самом деле, это жутко. Есть госпожа Мизулина, которая, вот, готовит сейчас запреты, и уже сейчас говорят, вот, именно у нас сформировалась целая, так сказать, там, группа активных, которые только этим и занимаются, ну, в законодательном органе, да? Чтобы сформировать, там, запреты, не пропущать и так далее. Это что, называется эпоха прозвищения? Нет, нет, эти запреты, они, при всем уважении к моему законодателям, у них, наверное, тоже есть свои трудности, это тоже, наверное, по-своему реальный труд. Ну, понимаете, есть логика жизни, как логика непрямых, там, неявных информационных процессов, есть какие-то политические попытки организовать эти процессы, но на самом деле они только тогда бывают, мне кажется, продуктивны, когда они строятся на очень мощной внешней систематике. Ну, хотя бы отдаленно напоминающие абсолютную точку отчета, как я вот так люблю называть, для краткости, для понятности. Абсолютная точка отчета, фактически Архимедова, точка, вот, Попов бы понял, дайте мне точку опора, я переверну мир. Вот это и есть абсолютная внешняя точка отчета для человека. Вот сейчас наша внешняя правящая элита, к которой я спокойно отношусь, вот, я не болотный, вот, спокойно отношусь, она одной рукой, одна одной рукой фактически создает современное либеральное общество по логике, а другой рукой борется с его, ну, скажем так, крайними проявлениями. Ну, то есть ты создаешь социальную систематику, которая будет порождать людей, востребующих такое искусство, такое поведение, там, социальное, там, и личное, и так далее. И одновременно им говорят, что это плохо, понимаете. Они, наверное, скорее всего, не замечают этой связи, потому что они учились в рамках советского образования, это плохо, это плохое образование в плане иммунитета к современному обществу, потому что очень просто оно объяснялось, империалистическая, там, эксплуатация, оно на самом деле не на этом держалось. Ну, это ладно, это другой разговор. Вот, у них нет иммунитета, они думают, что можно строить рыночное общество и одновременно законсервировать мораль. Это невозможно, ну, просто невозможно. Я вот как историк могу сказать, что это невозможно. Это так же возможно, как, знаете, вот Барон Нюнхгаузен вытащил себя заволосы из болот. Это можно, так сказать, только в сказочном смысле. Они создают поколение новых либералов, людей с либеральным мышлением, современным мышлением, и требуют от либералов аскетики. Это невозможно. Это вот тоже недавно, когда мы разговаривали, тоже у нас мы задевали эту тему невозможности. Помните, как в рамках современного общества воспитывать патриоты и одновременно воспитывать либералов, современного человека, для которого ценность собственной жизни является высшей ценностью. Прежде думая о родине, а потом о себе, можно воспитывать патриот. А прежде думая о себе, потом о родине, я никогда не понимаю, как можно патриот второй свежести. Я не бываю таких. Поэтому я и говорю, что вот эти запреты, они сейчас объективно находятся в диссонансе с тем, что реально осуществляется большими социальными процессами в России. Мы создаем современных людей. Современные люди, скорее, разделяют идеологию маркиза-весада, то есть позднего просвещения. Я центр, так сказать, падающего подтолкни. Если у тебя украли, значит, надо наказать того, у кого украли, потому что он слабак. Я не шучу. У маркиза-весада есть такие положения, что надо не ворон наказывать, а того, у кого вы украли, потому что он слабый. Каждый человек для другого – это ресурс и так далее. То есть это вот у нас сейчас идеология позднего просвещения. Еще один момент. Подтолкнул меня Салтыковщий Дрин, ну и ассоциация с тем, о чем вы говорили раньше. Там в Пампадурах и Пампадурших есть рассуждение о том, что такое Конституция. И вот на примере застолья, что вначале как бы дается правило такое, что кто-то один говорит, другие молчат, потом другой говорит, кто-то молчат. Но потом уже, когда хорошо посидели, то там уже все говорят, и вот это, собственно, и есть Конституция, и потом уже, значит, бутылки, пятна и ужас. Значит, и это всегда, этим заканчивается либерализм. Так вот, я хотел провести такую параллель, ну вот она у меня сейчас в уме. Это берем Россию и младореформаторов, и берем Белоруссию с батькой. Значит, вот тут вот в основе был либеральный посыл, и мы видим сейчас бардак, реально грязь. С другом съездили на Старосмолинский карьер, два года там не были, уже берега, ну, просто превращаются в свалку, это практически в черте города. И везде таких примеров море. Противоположный пример Белоруссии. Вот два человека у меня там, наверное, побывали, полном воздухе. Более того, батька тут даже заявил о том, чтобы надо бы как-нибудь православие поправить, чтобы, ну, эти длинные проповеди старушки не слушали на своих больных ногах по многу часов. И чтобы не строили большие храмы, которые давят своей помпезностью, а делали какие-то уютные. То есть, вот, все шиворотное выворо получается. Либералы, значит, хотели такого процветания материального, духовного и получают грязь. А вот, ну, после веселья, как застолья, прототип. А здесь, вот через эти жесткие, через, может быть, пиночетовские, так сказать, посылы, наводят порядок и создают комфортную жизнь. Вот, это мои такие бытовые, с точки зрения исторических таких параллелей и оценок. Ну, я так скажу, что, с точки зрения, так сказать, такого большого исторического масштаба Белоруссия, конечно, тоже либеральное общество, честно скажу. То есть, оно не религиозное, а современное светское государство. Почему Белоруссия выглядит гораздо более... Я не был ни разу, врать не буду, но у меня друг там работает, мы с ним учились вместе. Вот он в ВУЗе там работает провектором. Вот у него такие же впечатления. Притом, он не то чтобы уж там какой-то уж ультраконсерватор, он вполне обычный человек такой. Он тоже рассказывает вот какие-то такие вещи, вполне, так сказать, симпатичные. Мне кажется, что вот тот стиль политического регулирования, который связан с Лукашенко, более соответствует тому этапу развития, перехода бывшего советского человека к современному человеку. Вот этот уровень авторитарного регулирования, он более подходит, он понятен и более комфортен для большинства населения. Они это понимают, это, с их точки зрения, правильная интонация в отношениях власти и общества. И вот эта отчетливая выпуклая система, не только свобод, которые там безусловно есть, но и запретов, им кажется рациональным. Лукашенко больше подходит для бывшего постсоветского человека по менталитету, чем власть более либерализованная. Понимаете, переходный человек, вот человек, который и не советский, как вот раньше нетрадиционный, и не современный, и у нас не советский, не современный, это самый плохой тип человека. У него, еще раз повторю, как-то мы говорили об этом, у него старые разрушены устои, или поставлены под серьезные сомнения, что вроде бы уже следовать им как-то даже и непрестижно. И он так бочком следует, никогда не следует, ну вот такой. И новых никаких нет. То есть это человек без руля, без витрил. И в данном случае, как раз, на мой взгляд, авторитаризм, просвещенный авторитаризм, как угодно можно это назвать, гораздо больше подходит для такого человека, хотя движение в ту же сторону все равно будет. на мой взгляд, чем тот, который выбран у нас. Наш человек не принимает такого вот, ну скажем, такой несколько излишней, на мой взгляд, как раз вот расслабленной, либерализованной власти, хотя либералы, наоборот, ее ругают, что она очень жесткая. Ну, я не знаю, я, может быть, конечно, уже состарился, хотя вроде пока еще не то, чтобы слишком, но я не понимаю, как можно без юмора говорить, что это современное общество тоталитарное. Меня это смешит, ну люди не жили, что ли, в обществе более строго. Я даже тоталитарное не застал, я жил в Брежневской, авторитарное, достаточно жесткое. Я не помню тоталитаризм, где они нашли в современном обществе тоталитаризм, там кровавый режим еще, где-то не в шутку так говорят. Меня это немножко пугает, это неадекватность социальная и интеллектуальная неадекватность, безусловно. Я считаю, что наоборот, у нас очень расхлябанная власть в плане именно ежедневного социального регулирования общества. Можно неправильно это понять, я не имею в виду строим ходить, я имею в виду отчетливые правила игры, которые должны быть заданы сразу же для всех и четко им следовать. Вот в Беларуси, я думаю, что-то подобное. И люди не испугались там, потому что большинство населения такой язык устраивает отношения с властью, с теми, кто руководит. У нас человек немножко вроде бы свободный и вроде бы брошенный без ориентиров, иногда его, так сказать, сверху тёкают, но как-то не систематично он не понимает, за что. То есть у нас сейчас ситуация такая вот, я считаю, неблагоприятная очень. Вспомним ситуацию 89-го года, конец мая, начало июня, когда был первый съезд народных депутатов СССР. На меня это произвело тогда колоссальное впечатление именно с точки зрения новизны, дыхания, каких-то новых смыслов, свободы и так далее. Но очень скоро, буквально в том же году, я перечитал Беса, СДС, и есть там отдельная страница, можно к ним вернуться. Я увидел полностью вот этот съезд народных депутатов СССР. И концовка Бесов. И здесь, ну вот, всё очень близко. Тогда в 89-м я не мог себе представить, что может быть вот такое развитие событий, как в романе Бесов, да, и чем это всё заканчивается. Значит, у нас на глазах сейчас новые Бесы, да, вот. И вот в силу уже возрастных вещей, я их так и называю. Вопрос там плюс-минус, я не могу, но вот я именно так их воспринимаю и знаю, чем заканчивается. И ещё один, последняя такая ассоциация. Вот мы говорили с уже упомянутым философом Борисовым о том, что вот человек, да, вот его телесное упромление, оно на протяжении жизни меняется многократно. Ну, вот, ты ребёнок и старик, и всё время идёт обновление, и там уже другое совершенно тело, да. Точно так же, как и вот это твоё душевное состояние, мировоззренческое, интеллектуальное наполняет, уже много раз меняется. И вот можно ли такую провести параллель с изменениями внутренними в человеке? И вот с этим историческим временем первобытное общество, рабовладельческое, феодальное и так далее. То есть, вот эти вот циклы, ну такие, которые так или иначе детерминированы там мыслителями, там всякими писателями и так далее. Вот. Ну и чем это вот, если здесь, можно ли вот так вот поднатужиться провести такие параллели и концовочки? Сам человек, это я, да, вот, и весь исторический процесс. Ты всю цивилизацию внутри себя на протяжении своей судьбы, дай Бог, чтобы она у тебя была длительной, чтобы ты побольше этих этапов исторического развития через себя пропустил. Но тем не менее, вот. Понятно, понятно. Да, конечно, можно уподобить вот этой знаменитой, так сказать, формационной теории марксистской про первобытное общество и так далее. Хотя я пользуюсь ей и говорю о ней в рамках, так скажем, своего общения со студентами. Ну, хотя я еще раз подчеркну, что сейчас она, да и не то, что сейчас, и ранее она ставилась под сомнение, есть ли, есть ли вот в истории вот такое вот отчетливое движение по этим моментам. Либо это два разных вообще момента. Вот. Я все-таки склоняюсь к тому, что современное общество, это вообще отдельное общество. Оно не вышло из того общества, оно порвало с той традицией. Оно просто выстроено совершенно на другой логике. Их всего вот две, как я говорил. Потому что и первобытное, и рабовладельческое, и средневековое общество, это общество, где религиозно-центрический аспект проявлялся достаточно сильно всегда. А, так сказать, в зрелых формах, я имею в виду, рабовладельческое, и средневековое даже проявлялся, так сказать, максимально недвусмысленно. Тут даже говорить нечего. Современное общество с этой традицией систематизации порвало, там систематизация идет совершенно по другим, по другой логике, от человека, от я действующего. Без всякой внешней абсолютной точки, отчета абсолютной системы, координар. Это два разных совершенно социальных устройства. Еще раз подчеркиваю, они неприемственны друг другу, они просто разные. Между ними разрыв, принципиальный разрыв, когда человек отказывается, не перерастает, не опровергает, а просто отказывается от предыдущего, волевым актом, и выстраивает новую систематику. Поэтому, исходя вот из этого видения, из моего видения, мне кажется, конечно, здесь возрастные аспекты, наверное, внутри цивилизации, но они, наверное, вот все-таки, вот эта вот идея, да, роста, умирания. Вот цивилизации языческие, они были склонны к гибели, у них был очень короткий горизонт, и они очень часто разрушались. Но вот те цивилизации, которые оказались выстроены не на политеистическом, не на многобожие, да, а на монотеистическом, в принципе, они показывают свою жизнестойкость в истории на очень большом промежутке. Мне кажется, что в данном случае можно сказать, что это общество, если бы оно было, оставалось религиноцентрическим, такие общества могут при сохранении принципа вечным быть. И современное при сохранении вот этого принципа примата человеческого я, человеческих желаний, вот, и продвижение этих желаний во противоборстве или в кооперации с другими людьми. Эта система тоже, мне кажется, она может быть, с точки зрения сохранения принципа, тоже вечной. Поэтому я бы вот такого возрастного аспекта уподобления отдельному человеку бы не вносил, как этого марксистов. Хотя, вот так вот на уровне первобытного, рабовладельческого, это привычная для нас схема. И, наверное, если опираться на неё и быть её сторонником, да. Да, я думаю, знаете, тут дело другое было, что, не зря же Хайден Уайт, американский историк, говорил, что, в том числе и о Марксе, имея в виду Маркса, что историческое вот это мышление, историасовское историческое мышление, выросло из риторики просто-напросто, из обычных повествовательных структур и схем. Поэтому мне кажется, что скорее Маркс свою систематику создал из представления о сроках, так сказать, жизни человека, чем наоборот. То есть, ему вот это вот возрастное развитие человека, по-видимому, может быть, даже незаметные, так сказать, подсознательно оформлены.